Борьба в виртуальном и реальном мирах за приз 150 тысяч рублей и путевку на соревнования уровня Уральского федерального округа. Все это происходило во время, пожалуй, самого масштабного фестиваля этого лета Open Air от группы компаний O-Media на площадке по фиджитал-баскетболу. Кто стал победителем состязаний, расскажет Татьяна Расторгуева. Прежде чем выйти в плей-офф и побороться за приз в 150 тысяч рублей, участники соревнований по фиджитал-баскетболу проходили отборочный этап. Девять команд сразились на двух площадках – реальной и виртуальной. Сначала команды соревнуются в стейтбол Тайна Тай, после этого они соревнуются в стейтбол, но уже в компьютерной ЭГЭ, и там играют 2 на 2. И по сумме забитых и пропущенных голов в обеих этих, так скажем, сферах, в реальностях физической и цифровой определяется победитель. На отборочном этапе также определили последовательность выступлений команд в плей-офф. Главные схватки ждали спортсменов на масштабном фестивале Open Air в честь Дня физкультурника от группы компаний O-Media. Идею устроить соревнования по новому для России виду спорта поддержал Альфа-банк. Альфа-банк – инновационный передовой банк. Мы на постоянной основе создаем новые продукты, новые технологии, открываем фиджитал-осицы. Это такая суперплощадка, на которой уже нет компьютеров, принтеров, бумаги. Поэтому Альфа-банк, он поддерживает все новое и технологичное. Соответственно, у нас мероприятие тоже в стиле фиджитал, и это наша стихия. Как рыба в воде в направлении фиджитал себя чувствовали и некоторые команды. Однако секрет успеха в комбинированном баскетболе – высокий навык игры как в виртуальном мире, так и в реальном. У нас есть команды, которые показывают себя достаточно на высоком уровне в стритболе. В обычном есть достаточно высокие, можно сказать, полупрофессиональные игроки в цифровом баскетболе. У нас уже есть прецеденты, когда команда выигрывала, проигрывала на обычной площадке, но обыгрывала в цифровой с большим счетом, собственно говоря, по сумме баллов проходила дальше. И бывали случаи, когда, наоборот, команда совсем не показывала результата в цифровом баскетболе, но на площадке отыгрывалась и побеждала. Самые зрелищные моменты можно было увидеть все же на реальной площадке. Эмоции спортсменов в этот день зашкаливали. И неудивительно, ведь кроме главного приза в 150 тысяч рублей, команда-победитель получит путевку на соревнования Уральского федерального округа. Сегодня вообще прекрасная погода, мне кажется, для таких соревнований. Не жарко, спортсменов обдувает ветерок. Наши ребята выкладываются на полную, так как главный приз этих соревнований – 150 тысяч рублей и путевка на чемпионат Урфо по фиджитал-баскетболу. Очень удивлен, что такой формат появился здесь, с таким дальнейшим продолжением. Мы заряжены на победу, все полностью готовы и настроены забрать призовой банк. По результатам матчей больше всего очков набрала трезвая команда. Именно она и стала обладателем главного приза и путевки на чемпионат Урфо по фиджитал-баскетболу. Эмоции потрясающие. Такой формат соревнований. Мы впервые участвуем. Обычно мы в классический баскетбол, мы там сильны. А это наш первый опыт, когда вмешается киберспорт и баскетбол. Но как показала практика, все-таки баскетбол победил. Вчера тренировались всю ночь. Киберспорт как бы, да. Нам непривычно это. Нам непривычно дело играть, чтобы сначала играешь в киберспорт, потом ты должен на площадку уходить там играть. То есть у тебя эмоции там остаются одни, а тут другие совершенно эмоции. Наша команда уже давно сформируется. Это наш костяк. Мы на всех различных соревнованиях участвуем этим коллективом. Поэтому за счет сплощенности, понимания друг друга, мы пришли к победе. Команда победителей рассказала съемочной группе «Сургут-24», что на соревнованиях уровня УРФО также намерена победить. Если сделать это удастся, то фиджитал-спортсмены будут защищать честь региона на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Казани. Татьяна Расторгуева, Валерия Кудрявцева, Даниил Панков, «Сургут-24».